Привет! Лисян усердно занимается кунг-фу и не пропускает тренировки. Девочка изучает технику с элементами искусства Винчун и держит себя в прекрасной форме. Лисян рассчитывает стать финалистом национального чемпионата боевых искусств, и в конце мы узнаем, кто возьмет победу в яростной схватке и в чем главное преимущество победителя. Ли и ее друзья беззаботно гуляют по улицам города. Они заходят в ресторан, где подают вареных раков. Девочки взволнованно обсуждают предстоящий национальный чемпионат боевых искусств. Ли получила квалификацию для участия. Но девочка не хочет, чтобы смотреть поединки, приходил ее отец. За соседним столиком сидит главный хулиган школы Юда Бао и его компания. Официант в костюме рака выносит им счет, и Ю устраивает из этого унизительное представление. Он с насмешкой выкрикивает, что еда здесь не острая, и он не собирается ее оплачивать. Компания ехидно смеется и поддерживает предводителя. Ли Сян не может терпеть такую несправедливость. Она подходит к столику Юда Бао, указывает на все ими съеденное и требует оплатить счет. Парень презрительно кидает деньги на пол и удаляется. Девочка поднимает их, передает официанту и извиняется за поведение одноклассника. Юда Бао также занимается кунг-фу. Парень получает много опыта в уличных схватках, отец заставляет Ю сражаться словно насмерть. Мальчик не сконцентрирован и неспокоен во время боя, как подобает мастеру кунг-фу. Он зол и яростно сыплет удары на противника. По приказу отца он готов добивать даже лежачего. И Ли Сян и Ю учатся в Уханьской школе боевых искусств. На перемене ученики собираются в столовой. Там парень продолжает хулиганить. Ставит под ножку другу Ли, Микурако, отчего тот падает и просыпает еду. Пострадавший мальчик просит подругу не ввязываться в ссору, но воинственно настроенная Ли уже направляется в сторону обидчиков. Девочка садится напротив Юда Бао и демонстративно ест картошку фри. Однако парень не хочет ввязываться в открытый конфликт и вместе с компанией уходит, чтобы сделать подлость из-под тяжка. Чуть позже Ли находит свои вещи в стиральной машине изрезанными. Также Ю повредил ее тренировочное оружие и подложил лягушек в обед. Девочке звонит отец и говорит, что скучает. Она не была дома месяц и он просит ее приехать в ближайшие выходные, поесть вместе острых раков. Однако Ли не хочет видеть отца и отказывается под предлогом занятости. Ли Сян узнает, что Юда Бао организовал уличный турнир и приходит туда, чтобы открыто сразиться с ним в рукопашном бою. Перед сражением соперники договариваются, если проиграет Юда Бао, он будет носить платье, если проиграет Ли Сян, она пострижет волосы и наденет мужскую одежду. Начинается схватка. Каждый с невероятной скоростью обрушивает на врага точные удары. Но защита обоих так же хороша, как и нападение, и в первые минуты противостояние кажется равным. Однако неожиданно Юда Бао пропускает удар в корпус, после чего начинает сражаться словно насмерть, как учил отец. Ли слабеет под мощной атакой противника, пропускает удар в живот, и тогда Юда Бао добивает ее. Ли Сян даже не может подняться на ноги, а беспощадный Юда Бао уже протягивает ей ножницы, чтобы та обрезала волосы. На следующий день девочка приходит в школу короткостриженная и в мужской рубашке. Ученики высмеивают ее и тычут пальцем, издевается и Юда Бао, из-за чего обиженная Ли набрасывается на него прямо в классе. За эту выходку учитель отправляет девочку в кабинет директора. Директор же без лишних разговоров звонит ее отцу. В ответ на сообщение о драке в школе тот рассказывает, что год назад мать девочки погибла в автокатастрофе, а он сразу после этого потерял работу. Теперь мужчина устроился на дневную подработку, а ночью занимается разработкой VR-игры. Это повлияло на девочку в худшую сторону, но он просит дать ей шанс. Директор смягчается, выслушав эту историю, и отпускает Ли без наказания. Расстроенная Ли сидит в одиночестве на скамейке. Ее размышления прерывает добрый официант из ресторана. Девочка не знает, что под костюмом скрывается ее отец. Чтобы немного порадовать дочь, он принес поесть вареных острых раков. Вечером отец снова просит Ли прийти в гости, ведь хочет сказать ей что-то очень важное. Отец встречает ее вопросом о постриженных волосах. Ли разговаривает с неохотой, пытается сохранять дистанцию, но в итоге все же рассказывает, что проиграла бой и постригла волосы. Она сражалась с мальчиком, который обижает слабых, и хотела ему отомстить за всех обиженных в бою один на один. Мистер Сян отвечает на это, что изучение боевых искусств нужно для укрепления тела и защиты, а не для нападения. Ли не хочет слушать поучения человека, который не уберег ее мать. Она открыто обвиняет отца в ее смерти и признается, что ненавидит его. Отец оставляет Ли одну. Любопытная девочка проходит в его комнату. На комоде она находит кулон с фотографией мамы, а за рабочим столом отца VR-очки и надевает их. Ли попадает в виртуальную реальность, старый город с деревянными постройками, все жители которого носят традиционные одежды. Она сразу оказывается на поле битвы и вступает в схватку. Ее техника кунг-фу в игре очень хороша. Отец в это время наблюдает за ней с мистером Фангом, которого он пригласил протестировать игру. С врагами сражается еще один персонаж. Молодой парень, как две капли воды, похожий на Юда Бао. Сокрушив приспешников, персонаж выходит на поединок с главарем банды. Сражение идет за еду. Бандиты ограбили город Ую и отняли у жителей продовольствие. Парень силой возвращает награбленное, а поверженный со своей бандой скрывается из виду. Лисян следует за Ю и спрашивает, почему он находится в ее игре. Персонаж отвечает, что его имя Юнхэ, и он защищает город от бандитов по имени Ван Сяотянь и Ван Ван Ли, которые крадут запасы еды. Поверженный бандит тем временем рассказывает о своей неудаче. Ван Сяотянь приказывает подельникам найти Юнхэ и разобраться с ним. Юнхэ приводит Ли на центральную площадь. Там девочка видит, как ученики практикуют кунг-фу. Она отмечает, что их древнее мастерство очень красиво, и просит Юнхэ обучить ее. Позже Ли снова видит в городе знакомое лицо. Это Геге, сообщник Юда Бао из школы. Однако безмятежно жующий рис парнишка говорит, что его имя Исисян. При этом Малый понимает, что только не местный может не знать его имя, и посчитав Лисян грабителем, подает в барабан сигнал тревоги. Ученики замыкают Лисян в кольцо, и она уже готова принять бой, но в этот момент перед ней появляется мастер города Ую, в котором Ли узнает директора школы. Мастер расположен доброжелательно и распоряжается, чтобы девочки дали место для отдыха. Юнхэ провожает ее в комнату, где сам сваливается без сил. Мастер приказывает отвезти его на восстановление к Сяо Бай. Лекарь Сяо Бай, хрупкая на вид девушка, спускается к ним на зов прямо с небес и проводит в свою хижину. Она размещает Юнхэ на кровати и соглашается на просьбу ребят помериться силами. Даже вдвоем Ли и Исисян не могут ее одолеть. Правда, пока ребята боролись, больной пропал, и лекарь дает Ли наставление вернуть обратно. Отыскать мальчика оказалось просто, он сбежал, чтобы вернуться к тренировкам. За этим занятием Ли и застает его. Юнхэ легко парит в воздухе, словно перышко. Персонаж ведет ее на прогулку по городу. Парочка подходит к старой хижине. В окне Ли видит отшельника, который провел там в одиночестве пять лет. Девочка пугается его вида, а на крик прибегает Сяо Бай и рассказывает, что это ее отец, мастер кунг-фу Бай Дэй. Он путешествовал по миру, когда мать Сяо Бай серьезно заболела, и застать ее живой он не успел. Именно после этого мужчина, заперся в хижине, виня себя. Лисян слышит, как ученики практикуют кунг-фу. Она восхищена красотой их мастерства и хочет уметь так же. Исисян предлагает ей урок. Юнхэ также проводит с девочкой занятия и показывает необычные древние приемы, которые она в точности запоминает. В городе Ую тем временем проблемы с продовольствием, запасы риса истощаются, и жители должны перейти с трехразового на двухразовое питание. Ребята взволнованы этим и обсуждают за обедом, как спасти город от голода. В итоге они решают отправиться ночью в логово бандитов, чтобы выкрасть сворованный у них же рис. Исисян усыпляет охранников дротиками со снотворным, и герои легко попадают на склад с продовольствием. Однако ночное приключение заканчивается тем, что враги берут в заложники Сяо Бай. Жители города и мастер кунг-фу благодарны ребятам за рис, но Ли приходится рассказать правду. Они обокрали бандитов, и Сяо Бай осталась в заложниках. Ли умоляет спасти девушку, но мастер кунг-фу отказывается. Он не намерен нарушать мирное соглашение, которое заключено много лет назад. Девочка разочарована таким решением мастера, ведь они пошли на это только чтобы ученики могли досыто поесть. В отчаянии девочка идет к хижине мастера Бай. Сидя на ступенях, девочка сообщает, что его дочь в заложниках у врагов. Она просит мастера Бай о помощи и рассказывает, что долго ненавидела отца из-за смерти матери в автокатастрофе. Но ведь он не виноват в том несчастном случае, и несмотря на ее ненависть, относится к ней хорошо и скучает. Ли осознает, что несправедливо относится к отцу. И тогда мастер Бай, в точности похожий на мистера Сян, выходит из своего многолетнего заключения. Компания сразу же отправляется в бандитский город. Злодеи удивлены появлением мастера Бай. Они считали, что он умер много лет назад. Меньшим числом, но большим мастерством герои побеждают в схватке. Сяо Бай рада встрече с отцом. Он предлагает дочери покинуть город Ую и отправиться в путешествие по миру, помогать несчастным и обездоленным. Ребятам он дает напутствие о том, что у них хватит сил защитить город Ую. Ван Сяо Тань и его брат Ван Ван Ли тем временем как раз узнают о произошедшем и решают напасть на город. Ли и Юн Хэ чувствуют, что схватка неизбежна и пытаются придумать план. Девочка догадывается, что отец оставил ей в игре подсказку. На шее Ван Ван Ли висит кулон ее матери, и если его отнять, противник потеряет силу. Час спустя войско бандитов уже стоит перед воротами Ую. За ними вновь численное превосходство, и братья рассчитывают на легкую победу. Их цель уничтожить жителей, а Юн Хэ захватить живым. Начинается битва. Легко раскидывая рядовых противников, Ли сразу хочет вступить в схватку с Ван Ван Ли, а Юн Хэ с Сяо Тань. И девочка даже добирается до своего главного противника. Пытается сорвать с него кулон, но терпит в бою поражение и вылетает из игры. Ли не собирается сдаваться и снова надевает шлем. Ее персонаж возрождается в разгар сражения, и с новыми силами она легко побеждает противника и открывает кулон. Войско бандитов растворяется в воздухе, оставив предводителя в одиночестве, и Ли Сян наносит решающий удар. Битва окончена, сражения и тревоги позади. Ли отдыхает в саду среди цветущей сакуры. Появляется Юн Хэ и предлагает девочке отправиться с ним в путешествие по миру. Девочка отвечает, что отправится домой и будет заботиться о своем отце. Это конец игры, и Ли возвращается в реальность. Со слезами на глазах она обнимает отца. Мистер Сян говорит, что Ли единственная, кто смог пройти игру. Их радостную встречу прерывает мистер Фанг, сообщая прекрасную новость. По его мнению, игра великолепна, и он готов стать инвестором. Проходит время. В Уханьской школе боевых искусств начинается национальный чемпионат. Мальчикам и девочкам предстоит сражаться друг с другом. Чтобы выйти в финал, нужно пройти четыре отборочных этапа. Ли выходит в первый отборочный тур. Рефери объясняет правила. Нельзя бить по локтям, коленям и затылку. Девочка непринужденно побеждает первого соперника, всех следующих, и легко занимает верхнюю позицию в турнирной таблице. Также легко всех соперников обходит и Юда Бао. В финальном сражении он должен встретиться с Лисян. Комментаторы объявляют участников последнего боя. Соперникам по 12 лет. Преимущество Юда Бао – рост метр семьдесят и отличная техника традиционного кунг-фу. Лисян ростом метр пятьдесят, однако девочка очень гибкая и обладает хорошими навыками венчун. Комментаторы считают, что заранее определить победителя невозможно. Готовясь к финальному раунду в раздевалке, Ли находит подарок от отца. Это традиционная накидка, в которой она сражалась и побеждала в игре. Девочка надевает ее, чтобы выйти на финальную битву, однако замечает, что кресло отца в зрительном зале пустует. Начинается первый раунд. Рефери объясняет правило – нельзя бить по локтям, коленям и затылку. Противники сражаются на равных, и когда звучит гонг, очевидного превосходства нет. Поэтому Ю решается на запрещенный прием после окончания раунда. Терпя невыносимую боль, Ли поднимается, чтобы продолжить сражение. Время второго раунда. Ю агрессивно атакует, как и учил его отец. Ли же сосредоточена и внимательно. Она легко уклоняется от атак противника и ударом в спину сбивает его с ног. Скорость ударов соперников становится все быстрее, но битва продолжается на равных. Ю дабао снова ведет себя нечестно и бьет девочку в колено. Та корчится от страшной боли, однако вновь поднимается с помощью тренера, чтобы продолжить сражение. Кажется, что перед третьим раундом у нее уже не осталось сил. Девочка терпит жуткую боль, а ее противнику всего лишь снимают баллы. Начинается финальный отрезок, в котором, поймав подходящий момент, Ю бьет Лисян в затылок. Девочка на грани того, чтобы потерять сознание. Она вспоминает слова матери о том, что должна сражаться и не отступать. Ли видит и отца, который больше не скрывается под костюмом, и понимает, что это он был рядом с ней в сложный момент ее жизни. Это дает девочке силы подняться и продолжить сражение. Толпа поддерживает ее и презирает Ю дабао, хотя исход битвы кажется решенным. Но третий раунд продолжается. Ли вспоминает древние приемы, которые разучила в виртуальной игре, и серии невероятных ударов сбивает противника с ног. Вновь подняться Ю дабао не может. Это победа. Зал ликует, и судьи объявляют девочку чемпионом национального турнира боевых искусств. Проигравший Ю прекращает свои выходки в школе. Он чувствует себя униженным и превращается в одиночку без толпы хулиганов-единомышленников. Однако благородная Лисян сама приходит к нему на перемирие. Название фильма ты, как всегда, найдешь в описании. Были ли у тебя в жизни ситуации, когда ты проигрывал сражение, но выигрывал войну? Делись историями в комментариях. Не забудь поставить лайк ролику и не пропусти следующий пересказ.